27 сентября Республика отметила День государственности. Традиционно, помимо ряда мероприятий, в этот день чествуют и награждают лучших из якутян. Так, в этом году звание «Почетный гражданин Якутии» присвоили Анне Кузьминой, заслуженная артистка РСФСР и народная артистка Республики. Работает в Саха-театре имени Аюнского 60 лет. С легендой искусства беседовала наш корреспондент Саргалана Захарова. Меня переполняет чувство радости и гордости за огромную оценку моего творчества. Анне Кузьминой за долгие годы, посвященной работе в театре и за вклад в развитие республики, присвоила название «Почетного гражданина Якутии». И это заслуженная награда. За 60 лет на сцене ее успел полюбить не только якутский зритель, но и ценители театрального искусства всей страны. Но как начиналась карьера легендарной актрисы? После страшных военных лет, окончив седьмой класс, она переехала в Якутску из Небегунского наследия Хангаласского района. Я переехала в город и зашла во вторую среднюю школу тогда. Директору Роману Михайловичу Паскошину. А он говорит, почему по-кровски не учишься? Я говорю, я хочу в Якутске учиться. Тогда вот в школах очень много кружков было. Вот мы занимались у окончившего в 36-м году московской гитязь актера. Они участвовали в разных конкурсах, занимали места. В 50-м году уже полностью охваченная идеей стать профессиональным артистом, она решает поступать в Высшее театральное училище имени Щепкина в самом сердце страны. Но тут, если бы не настойчивость нашей героини, то у республики могло бы и не быть такой талантливой актрисы. Тогда ее родственники предвидели для нее врачебную карьеру. Тетя и дядя сказали, надо это все-таки врачом быть, это такая специальность. Агитировали в общем меня. Ну я сижу, и они говорят, ну ладно, иди домой. Завтра подумай хорошенько и завтра приходи. Я на завтра пришла, говорят, ну что надумала. Говорю, нет, я все равно еду. Студенческие годы были полны впечатлений. Это и походы в главные театры страны, и первые шаги на большой сцене. В 1955 году уже выпускница театрального училища имени Щепкина Анна Кузьмина возвращается в свой родной город, чтобы работать в Якутском театре. Тогда главным режиссером был Спиритон Григорьев. Она с теплотой вспоминает те времена и своих наставников, первых деятелей театрального искусства в Якутии. Очень хорошие артисты были тогда. И все очень хорошо относились. И научили нас не только на сцене играть, как что подражать, а в жизни, как адаптироваться к такой жизни. А адаптироваться нужно было ко многому, особенно во время длительных гастролей. На грузовой машине зимой мы ездили. Одевали свое пальто сверх этого тулупу. На валенке одевали калоши. Там артист Жирков был, который красного шамана играл. И он где-то находил такое сено, которое помогало, чтобы нога не мерзла. Но несмотря на такие суровые условия, Якутский театр побывал почти во всех районах республики. И в каждом наследии их ждали с нетерпением, а встречали как настоящих героев. Время шло. Наступили тяжелые 90-е. Экономика страны терпела крах. Кризис не обошел стороной и Якутский театр. Гастроли прекратились. Артисты ушли за занавес. Но тут начался новый этап. Телевизионный сериал «Соседи» и Лилар стал самым популярным ситковым. Люди с семьями собирались по вечерам у телевизора, чтобы вместе посмеяться или посочувствовать героям. Нас на гастроли не отправляли. Суточнее платить нечем было театру, например. И зритель нас потерял. Когда выпустили этот «Лилар», с интересом очень смотрели, писали театру, почему не приезжают артисты. И говорили, о, хорошо, оказывается, все живы те артисты, а то мы так долго не смотрели. Как призналась нам Анна Кузьмина, она так и не увидела себя в качестве киноактрисы. Все же театр был ближе. А в сериале она играла саму себя, такой, какая она и есть в настоящей жизни. Однако карьера в телевидении на этом не завершилась. Она создала проект и стала ведущей программы «Немеркнущие звезды», в которой рассказала о своих наставниках и коллегах, которые стояли у истоков Якутского театра. Дома сидишь на даче, например, рассказываюсь. Прямо с радостью смеются наши дети и те, которые приходят, друзья их. Говорят, а ты что рассказываешь-то так? Лучше расскажи это по телевизору. А я говорю, о, я не умею рассказывать. Ну, думала, это ничего, сяду, расскажу, как рассказываю, вот, об одном актере. И очень трудно было, конечно, первое время. Но все-таки научилась. В 2014 году Анна Кузьмина получила высшую театральную награду России – премию «Золотая маска». Она стала первой якутской артисткой, удостоившейся столь высокой оценки ее творчества. Сегодня Анна Ивановна продолжает работать в родном театре. Она принимает участие как в классических постановках, так и в новых спектаклях молодых режиссеров. Ее взгляд устремляется вдаль и с небольшой тоской в голосе. Она говорит, что театр изменился. Но говорит она это без осуждений и упреков, а с пониманием. Мир меняется, меняются вкусы людей. Однако в одном она уверена точно – миру нужен театр. И пока есть благодарный зритель, а на сцене – талантливые артисты. Он будет радовать людей каждым новым театральным сезоном. Серглана Захарова, Василий Соловьев, Якутия. День за днем.